Приветствую вас и начать мне бы хотелось так. Скорректировать эту ситуацию, скорректировать поведение мужчины, его отношение к вам можно, конечно, можно. Но скорректировать это, по большому счету, можно только с ним. То есть, если он для себя признает, что это проблема, если он для себя осознает, что это ненормально, то тогда скорректировать это может. Вместе с ним, работая, прорабатывая какие-то его элементы, скорее всего, психотравму, или, может быть, даже сексологом, как он говорит, что вы не привлекаете его, если привычно, значит, ему нужно постоянно самоутверждаться, а самоутверждение это, по сути, привлек неуверенности в себе. И вопрос заключается в том, почему мужчина не уверен в себе. Но ответ на этот вопрос знает только он, и только работает с ним, можно ему помочь. То есть, если человек сам осознает, что это проблема, да, ему можно и даже нужно помочь. Если мужчина не осознает, что это проблема, то ситуация довольно сложная. Дело в том, что у вас есть, как это бывает, обычно два варианта развития событий. Первый вариант заключается в том, что вы принимаете его таким, какой он есть. Вместе с его таким вот, может быть, может быть, даже не может быть, а точно странным отношением к семье, к жене и так далее. Принимаете его и не пытаетесь его переделать. Ну, просто потому, что человек огонь. Просто потому, что у него уже сформировались определенные вкусы, определенные взгляды. И поменять их представляет достаточно трудоемкой работой, по крайней мере, с вашей стороны, с вашей точки зрения. Вместе с тем, важно понимать, что у мужчины всегда есть такой, знаете, железный аргумент. Этот аргумент связан с тем, что вы ведь раньше его принимали. Принимали. А что случилось с папом? А потом перестали принимать. И мужчина может сказать, ну, а почему? Почему вы перестали его принимать? Ну, или условно говоря, почему ты перестал меня принимать? Что в тебе изменилось? Может быть, ты перестал меня меньше любить? Может быть, что-то еще? Понимаете? То есть, будет ситуация такова, что мужчина может задать вам этот вопрос. Почему ты перестал меня принимать? И вам на этот вопрос нужно ответить. И проблема в том, что правильного ответа на этот вопрос, ну, достаточно сложно найти. Наверное, потому, что его вообще говоря нет. Человека либо принимают таким, как он есть, либо нет. И поэтому менять вам мужчину, откровенно менять, да, то есть стараться его там поменять, стараться как-то что-то ему донести, доказать и так далее, И это на самом деле совершенно очень такое бесполезное и даже вредное занятие для вас. Потому что мужчине нужно, чтобы вы принимали его таким, какой он есть. Он этого хочет, и он имеет на этом, в принципе, право. Дальше. Есть у вас и еще один вариант развития событий. Этот вариант развития событий предусматривает, знаете как, такое вот постоянное, последовательное, терпеливое отношение к тому, что происходит. В частности, о терпеливое отношение к самому мужчине. Что это значит? Это значит, что вы, с твоим поведением, если, конечно, вы его любите сильно, то своим поведением, вы постепенно с ним сближаетесь, например. Вы постепенно становитесь к нему все ближе, 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 и в определенный момент вы уже, например, и живете вместе, вы уже, и у вас семейный быт, у вас общий быт, все у вас общее. Вот это все происходит. Значит, и фактически, фактически, получается так, что мужчина уже с вами живет, но незаметно, понимаете? И вот эта вот незаметность, она может разрушить его установку. А может и нет. Сколько времени на это потребуется? На то, чтобы, так вот, мужчину переучить год, два, больше. Готовы ли вы столько времени тратить на человека, который, может быть, вам даже ничего и не даст взамен? Тут же вам нужно саму себя спросить. Если готовы, то это ваше право, и в нем никто не может вам рассказать никак. Это совершенно естественно для человека действовать так, как, ну, так, как ему хочется, то есть так, как вам хочется. И, соответственно, как он действует, решать тоже вам. Думаю, что на ваш вопрос это точно можно сказать. Но мне бы хотелось немножечко расширить круг, тем, которые мы, точнее, здесь затронем, и спросить у вас еще вот о чем. Ну, а почему вы выбрали такого мужчину вообще, который не может воспринимать вас, как будущую жену? Как так получилось, что вы выбрали именно его? А если выбрали, то, соответственно, почему перестали принимать? Вы надеялись, что он изменится? Наверное, так. Вы надеялись, что он поменяет свою точку зрения? Хорошо. Но что заставляло вас так думать? Почему, с чего вы решили, что он изменится? Вот на это, на это, я думаю, можно закончить. Потому что вам эти вопросы нужно обдумать самостоятельно, не доработиться с ответом на них и прийти к какому-то решению. И вот, исходя из этого решения, вы и будете действовать дальше. Если выяснить, что человек, который вы, например, принимали для себя, потому что вам нужно было, да и нужно до сих пор, удовлетворять какие-то свои желания, то вот тогда вам лучше делать это самостоятельно, напрямую, не через кого-то. Если вы придете к пониманию того, что мужчину вы любите любым таким, как он есть, ну, что поделать, вот такой человек, то, соответственно, останетесь с ним и будете жить с ним так, как он считает для себя приемлемым. Потому что, видите ли, ну, вот вы, допустим, вы найдете его жениться на вас. Он женится. Пропадет у него к вам сексуальное желание. Но сексуальное желание вообще-то останется, и он будет изменять вам, например. И вы будете это знать. И, наверное, будете на него злиться, наверное, будете на него обижаться, себя чувствовать оскорбленной и униженной. И в итоге одно сплошное расширование. Понимаете? Поэтому действовать вам нужно только так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!